Ну, вообще кадровая политика в России, она связана не с Путиным, не с Ельциным, и даже не с Брежневым, а 300 лет страна работала только на то, чтобы все ресурсы, и в первую очередь человеческие, сконцентрировать в столице. То есть все кадровые программы и последнего времени, они были связаны с тем, чтобы найти каких-то талантливых, рабочащих людей и перевести их в центр. То есть таким образом происходит такая сверхцентрализация, обеднение. То есть, да, понятно, любая земля, там, неважно, Воронежская, Новосибирская, рождает какое-то количество талантливых людей, вот, но постоянное такое обеднение, оно, значит, вызывает кадровое горло, как мне кажется, во всех. Моей точки зрения, значит, особенно больше всего не хватает в регионах как раз предпринимателей, то есть инициативных людей, потому что они в первую очередь свою инициативу обращают на то, чтобы переехать в тот город, в котором жить интереснее, в столицу, а может быть и за рубеж. Что касается повышения статуса именно работников такого инженерного плана, ну, мы, конечно, пожинаем плоды вот этой буквально такого периода в 90-х годах, вот от перехода к рыночной экономике, когда очень многие специалисты, бросая свою работу по профессии, занимались челночеством, потому что она просто приносила больше денег. То есть прервалась какая-то такая традиция, вот, и вполне возможно, что именно сейчас, когда образование во многом является платное, нужна специальная программа, которая стимулирует людей именно на учебу, то есть вот этой профессии. Потому что если человек обладает уже компетенциями, он обязательно хочет их применить, поэтому я думаю, что это как бы некая рана, эта рана была нанесена, в общем-то, нам 20 лет тому назад, то есть такой статус инженерного труда был просто оборван именно тем, что там любой челночник там получал 2000 рублей, ну, зарабатывал 2000 рублей, особо не прикладывая никаких интеллектуальных усилий, а инженер продолжал получать 200. Вот, и сейчас это надо компенсировать, и вот, в принципе, такое профессиональное образование, это единственный способ вот эту рану как-то залечить.